Слушайте, с момента чудовищной атаки в Крокус Сити Холли в Москве не прошло еще и двух недель, а телеграм-каналы уже такое количество версий накидали, озвучили, я не знаю как вы, но я уже запутался в этом ворохе информационного шума. Каждый день что-то новое, каждый день какие-то свежие в кавычках подробности, а еще вот это вот красивое и модное нынче слово инсайд звучит из любого утюга, у нас инсайд из Кремля, у нас инсайд из Вашингтона, у нас из Брюсселя или там из Киева, а еще из Берлина, из Лондона даже инсайды от радикальных исламистов публики продать умудряются среди этих-то как инсайдеров нашли. Но народ не задумывается, поглощает всю эту писанину тоннами, у нас теперь экспертов по вопросам тех-то среди обычных вань. Больше чем на Лубянке, да что там, больше чем на Лубянке и в Ленгли, суммарно что случилось. Нормальными же вирусологами все были еще недавно, а послевоенными экспертами. Это исполнители, ну эти ублюдки, они, да, им отключили сознание, там скорее всего в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое, это самое... Программирование. Программирование, и возможно еще, это тоже показывает экспертизу, может быть и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиологии позволяют управлять человеком, вот эксперименты Илона Маска, когда он из свиней делает людей. Если говорить об оном серьезно и по-взрослому, ребят, ну не вы ли годами, с полной уверенностью заявляете о том, как пропаганда разрушает и отравляет мозг своим адептам, правда, вспоминают об этом многие исключительно в парадигме обсуждения зомбоящика, а вы думаете, что телеграм-каналы чем-то от того зомбоящика отличаются? Хотя нет, отличаются, разумеется, и знаете чем? А тем, что в телевизоре всего 20 каналов, в телеге же их сотни, и каждый день возникают новые, причем, если в телевизоре вы можете идентифицировать условных Соловьева, Симоньянской, Бееву, а потом сказать себе нет. Я их смотреть, слушать не стану, то в телеграмме. Большинство страниц анонимны, иной раз мы даже не знаем, кто за теми страницами стоит, и все равно, блин. Безоговорочно верим какому-нибудь генералу СВР, какому-нибудь наблюдателю или там сигналу. Человеческий мозг это пустой чердак, куда можно бить все что угодно, дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И наконец наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Потратьте вы время на родных и близких, на семью, на детей, которые очень быстро вырастут, и вы просто не заметите, как они стали взрослыми. За каким вам замусоривать голову непонятно чем писаниной с ноу-нейм каналов, которую и проверить-то не всегда представляется возможным. Вот я всю жизнь работаю с информацией, профессионально работаю, но даже мне в нынешней ситуации бывает сложно понять достоверность того или иного утверждения, которое фиг знает откуда свалилось на голову. Что до трагедии в Крокусе, так от нашего мнения там все равно ничего уже не зависит. Мы уже не можем повлиять на ситуацию, а версиями сейчас занимается официальное следствие и времени у них вагон. На эти версии, на то, чтобы их родить, придумать до 22 мая как минимум. К тому же, насколько я понимаю, данная история перешла еще и в политическую плоскость. Вон, посол в США Антонов на минувшие недели проговорился, что они о чем-то собрались разговаривать с американскими властями. Поэтому, ну не читайте вы до обеда советских газет, как говорил классик, а после русскоязычных телеграм-каналов это я уже от себя добавил. Да и вообще поменьше, слушайте, читайте СМИ, поберегите нервы. Я бы посоветовал удалить вот этот вот мусор со своих смартфонов, оставьте там пару каналов, которым действительно доверяете, дабы быть в курсе происходящего. И очень скоро вы заметите, что жизнь-то налаживается, потому что вы выйдете из того депрессивного мира, это реальная журналистика. Живите своим умом, тема сегодняшнего выпуска, и мы продолжаем. Кстати, в свете последних событий опять широко обсуждалась идея снятия моратория на смертную казнь. Напомню, с 97-го года исключительная мера наказания для преступников в России под запретом, однако после каждой трагедии разговоры об этом возникают снова. Так было в 2017-м, например, после атаки на питерское метро. Для технических и их пособников, которые совершают технические акты, в результате которых погибло 2 и более человек, вести смертную казнь. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Так было и в 2019-м, после трагической гибели маленькой девочки. Так случилось и в этот раз, после чудовищной атаки на Крокус. В результате трагедии, напомню, пострадали порядка 700 человек, погибли 144. Так вот, Госдума даже специально собралась по этому поводу, по поводу обсуждения вопроса о смертной казни, вернуть, не вернуть. Я все-таки поддерживаю нашего председателя партии «Единая Россия» Витрия Анатольевича Медведева. Чтобы это все было законно, все-таки высшая власть в стране – это народ. И чтобы это было законно, надо в единый день голосовать, провести референдум, все станет на свое место. Я и к тебе остался. Кто-то жестче высказывался, кто-то мягче. Их Гурулев сами только что слышали, предложил провести некий референдум, в то время как более либеральный Володин, напротив, сказал, что никакого референдума проводить не нужно. Вопрос находится в виде неконституционного суда, поэтому чего, как о роды, городить? Чем, кстати, удивил многим. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов. Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Это решение Конституционного суда принято в исполнение международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы. Я просто поплопну. Но все это, как мне кажется, все-таки эмоции и частные мнения отдельных представителей элит. Не хочется в миллионный раз повторять то, что было озвучено по данному поводу десятками моих коллег. Но, видимо, придется о несовершенстве нашего законодательства. О том, что институт судебной власти у нас, мягко говоря, не работает по итогам прошлого года, число, скажем, оправдательных приговоров в России не дотянуло даже до полупроцента, если еще точнее, вот цифра, которую приводят в новое известие 0,326% по всем вердиктам. Да и опросы показывают, что россияне не очень-то и не всегда доверяют сотрудникам силовых структур. Разве вот это все не нужно учитывать при принятии столь важного для всей страны решения? Послушайте, хотя бы председателя Госдумы по законодательству Крашенинникова. Он, конечно, единоросс, но юрист в прошлом и даже главой Минюста поработать однажды успел. Я думаю, что глобальное решение нужно все-таки на холодную голову принимать. Мы сейчас все скорбим, у нас эмоции зашкаливают, все докладчики об этом говорят, это очевидно. Но если говорить серьезно и так ответственно, то, конечно, у нас есть, во-первых, два моратория, вы об одном сказали. Есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента. У нас есть протокол, который мы не денонсировали, протокол номер 6, он так и называется, относительно отмены смертной казни. Ну, есть еще много-много других вопросов, которые тоже нужно решать. Но это не точно. Есть еще несколько, но, во-первых, это, кстати, тоже было озвучено, даже если моратории снимут в кратчайшие сроки, на задержанных из Крокуса, коих мы все видели, оно никак не повлияет. Там есть куча юридических формальностей, которые, скорее всего, позволят им избежать наказания в виде исключительной меры. И второй момент, он не менее важен. Ребят, а мы с вами говорим-то об исполнителях. Нужны имена конкретных заказчиков. Исполнитель для заказчиков это расходный материал всегда потому, что есть опасность, что заказчик начнет вербовать новых отморозков и готовить новые акции устрашения. Разве не так? Ну и последнее, почему я все-таки уверен, что с отменой этого моратория элиты спешить не станут, а потому что они же тоже наши соотечественники и каждый из них, между прочим, в группе риска. Есть в России такая хорошая пословица «От сумы, от тюрьмы не заикайся, очистки среди чиновников, даже очень высоко поставленных мы наблюдаем с завидным постоянством на прошлой неделе». Например, СМИ написали о задержании целого генерала, федеральной таможенной службы Ягодкиной или вот еще, пожалуйста, в Подмосковье поймали полицейских, которые фиктивно поставили на учет аж полторы тысячи мигрантов. А в чем эти гости занимались после приезда в РФ, одному богу известно, я уже не говорю о бизнес-разборках между серьезными людьми, в которых, в принципе, все средства хороши для достижения нужного результата. Что, не было никогда такого, что ли, чтобы липовые доносы на конкурентов писали? Да вспомните 90-е, начало нулевых эпоху рейдерских захватов, скажем, в которых делились заводы, банки, другие многомиллиардные активы. Вот там прям кто-то этической стороной вопроса озадачивался, сдал конкурента силовикам, обвинив того во всех смертных грехах и вся недолга. Поэтому еще раз, ну не думаю я, что большие дяди и тети захотят вернуться в те прекрасные времена и так подставляться, да еще, если смертная казнь будет существовать. В общем, думайте. Все, продолжим уже в следующем выпуске. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok